здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим с вами вот в преддверии такого замечательного события как день учителя сюда мы можем отнести и наставников и преподавателей и даже тренеров всех людей которые занимаются ну тем самым что мы в общем-то называем воспитание с радостью хочу назвать наших гостей это ли николаевна антонова совсем недавно она у нас была в гостях депутат московской областной думы заслуженный учитель российской федерации академик российской академии образования почетные граждане московской области городского круга люберцы а также алексей николаевич кустов начну с того что он работал учителем начальных классов что как мне сказали для мужчины вообще большая редкость вот с этими маленькими замечательными созданиями найти общий язык вот с правом обучения еще и английского языка но а сегодня алексей николаевич учитель основ безопасности жизнедеятельности гимназии номер 18 рад вас приветствовать и сразу хочу не то чтобы поздравить понимая что для учителя праздник это как бы постоянно нахождение в празднике в проблемах и в радости но тем не менее день важный мы сегодня хотим поговорить и о преподавании и обучить или а конечно же обо всем том что сопровождает учебный процесс как вообще учителя отмечают день учителя есть какие-то принципиальные традиции но наверное у меня больше срок отмечать день учителя когда ты вообще это было 1 сентября все вместе потом нам объявили до что это первое воскресенье октября и вот например в этот в этом воскресенье получил много различных смс их звонков от тех коллег которые тогда начинали и говорят но у нас же папа по насчет обычаю первое воскресенье а потом уже когда пришла перестройка и такой день был объявлен 5 число 5 октября как международный день учителя застолбили за учителями их по конкретный день поэтому вот такая традиция до начинаем первого и до пятого как минимум а как учитель основе запаса жизнедеятельности отмечает ну знаете я по жизни однолюб так и в жизни и выборе школы и мне кажется что это будет единственная школа в которой буду работать надеюсь что будут не работать долго и вот наши замечательные дети сделали нам такую традицию они ежегодно устраивать для нас концерты и мы смотрим с радостью на них какие они у нас творчески развиты какие у нас молодцы ну как мы понимаем это же зависит и от вас вот об этом мы поговорим мы на кстати если николаевны и не раз здесь здесь уже в студии поднимали вопросы я с удовольствием вновь его адресу и потому что мы сегодня вот втроем уже общаемся на эту тему это учеба когда некоторые просто думают что надо научить то сячем вот что-то умею я могу тебя научить не знаю там я умею водить машину в принципе могу научить тебя машину водить да но я могу не научить тебя поведению за рулем до какому-то воспитания точно так наверное с детьми происходит то есть учитель сегодня есть востребованность некого воспитания вот чего должно быть больше и вообще обязан учитель быть воспитатель леникова я думаю что конечно это неразделимое понятие потому что очень часто спрашивают а в чем отличие слова учитель от педагог наставник даже сейчас говорят навигатор современных детей и воспитатель знаете вот мне кажется что одна из самых трудных в деятельности учителя когда он приходит особенно в школу это умение вести урок вот мне кажется что я не то что критикую на сегодня меньше обращают внимание на то а как реально помочь учителю научиться на урок давать таким образом что было интересно и ему и детям вот если урок ты научился давать так то ты уроком своим поведением безусловно воспитываешь у меня было ровно наоборот я знал очень хорошо предмет была аспиранткой но урок могла давать только если два послушных ребенка в классе остальных убрать коридор вот поэтому я пошла от другого я пошла завоевывать любовь очень детей именно любовь через дополнительное образование походы поездки труд и так далее вот мне кажется что воспитывает все воспитывает сама школа воспитывает учитель воспитывает вид его урок его личность но очень важно чтобы и они нас воспитывали что воспитывали дети да чтобы мы не засахарились чтобы шли тоже в ногу со временем потому что не в том смысле что потакали до каким-то не очень хорошим проявлением но действительно времена меняются я просто тоже как педагог высшего образования это вижу что практически вот казалось бы каждый новый приходит на набор студентов они все равно немножко отличаются от предыдущих поэтому вместе наверное когда вот мы делаем одно дело тогда получается а как вот я все посмотрю потому что рожа у нас не было такого предмета основы безопасности жизнедеятельности не помню как он назывался оба же сокращенно да 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 вот скажите пожалуйста а как вы свой предмет не просто вот преподносите ну как учебном процессе а еще и воспитываете это в том смысле что не нужно вставлять пальцы в розетку да нет вы знаете сейчас уже у нас это старшие классы 8 9 10 11 и то есть они про розетку уже знают уже испытали надо да 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 вот и мы с ними как бы начинаем урок с политической обстановки стране детей это очень интересует они переживают за это ну и развитие патриотизма смелости особенно в мальчиках это все присуще на уроке а вот сама сама слово безопасность жизнедеятельности она же еще подразумевает что человек вроде логика подсказывает что человек должен сам себя как бы обезопасить но сюда входит все до здоровья я не виду профилактика алкоголизм наркомании молодых людей вообще как таковых да правильное поведение создание семьи желание работать до поступать выше учебное заведение вот вопрос вам так сказать как представителям разных поколений учителей как это вот подать так чтобы ребенок незаметно вдруг услышал вас и начал потому что если говорить в лоб очень часто наоборот встречаешь агрессию какую-то как вас это удается личным примером или просто рассказать этого мало такой принцип у меня что делай как я если я буду заниматься спортом и дети будут это видеть то они будут повторять за мной то есть как режиссер поступайте чтобы актеры правильно сыграли игру а потом им начинает это нравится они выполняют за вами да вот сейчас например дети моего класса находится на президентских играх президентских соревнованиях в анапе когда я их пятом классе передавал следующему классу руководителю то я настоял на том чтобы это был учитель физкультуры дети были живые дети были спортивные и нужно было чтобы они выплеск своих эмоций направлением в этом направлении да и вот два заработала два года подряд они всем учатся они почти три недели находятся в анапе защищают московскую область молодцы но приятно всегда ощущать что ты тоже приложил к этому руку и никола ну а как вы считаете вот вас огромный опыт ведь это действительно какой пограничный момент но я помню как все же мы были школьниками там кто-то бегал где-то курил за школу все знали все делали вид что как бы ничего такого не происходит там я уж не говорю про какие-то неприятные моменты они всегда есть но опять же как правильно сделать так чтобы вот эту безопасность жизнедеятельности в глобальном смысле человеку привить знаете вот если говорите безопасности сутки вернусь понятия воспитания потому что педагогики как в принципе в жизни есть очень много терминов которые людьми каждым человеком каждого свое есть мнение на какое воспитание что такой патриотизм в принципе что такая безопасность потому что это такие общечеловеческие термины и воспитание того или иного качества свойства черты характера она не сводится к тому самому простому это следить за поведением поведение у него хорошее узнать что он воспитан но мы знаем по примерам да не будем повторять к сожалению все кстати воспитанные такие знаете вот в свое время как бы у нас в педагогике об этом писалось много начиная там с макаренко или советская педагогика сухомлинский школа радости потом к ним присоединились там давыдов эльконин соловейчик сейчас осмолов многие директора школ известные в россии да мне кажется что главное это уметь воспитание это взаимопонимание учителя и ребенка о чем сказал алексей николаевич он говорил в общем действии понятно что древняя мудрость что сближает людей это общее действовать общее деяние труд и так далее поэтому вот если воспитание только свести к правилам поведения то мы подготовим человека имеющего там сумму знаний но как он себя поведет в той или иной ситуации мы уже не да знаете вот у нас есть пилотная школа в московской области которая работает 2001 года и она выпустила очень много уже летчиков вертолетчиков механиков и вот буквально два года назад по моему да вот был трагический случай когда во время ну там ситуация была на борту а стюардом был наш вот выпускник нашей школы монинской нашу московской области и он до последнего выводил людей то есть он тоже понимал что мог как другие ну понимаете частично надо да вот он делал сознательно вот вот научить такому чтобы в любой в любой ситуации до 1 себя обеспечить да но и думать о других вот кто может быть педагогом какие у нее должны быть качества да такси давайте из вас ну я думаю это очень смелые люди очень смелые люди люди которые не только любят свою профессию люди которые любят еще и детей вот этот комплекс любви к профессии к детям это тогда будет а вот как подаватели высшего класса детей воспринимаете воспринимаю ну да вот вы идете на урок у вас какие еще и вы же знаете например кто ну скажем так кто ну молодец да с которой чуть-чуть нужно подправить друг с другим надо подольше вы знаете про них иногда больше чем наверно родители вот вы идете открываете дверь из вас какие у вас мысли прось что в голове происходит первым делом интересно посмотреть их настрой дети приходят школу с разным настроем кто-то не выспался у кого-то что-то проблему какие-то дома вот понять что происходит нивелировать вот эти вот проблемы атмосфера тогда сразу же оценивается бывает такое что один может зажечь весь класс и либо это урок пойдет не потому сценарию который ты написал либо наоборот направится нужно русло на одно из направлений чем надо работать все в педагогике с точки зрения подготовки учителей это увеличение возможности быть в школе будучи еще студентом даже я сказала через педагогические классы когда дети чувствуют что они могут не просто быть каким-то командирами учителями они влияют на человека своим своей харизмой своей вовлеченностью в дело они умеют найти с ним диалог и понять его чем алексей сказал это очень правильно вот когда чек это почувствует вкус этого то очень хочется продолжать вот на все на самом деле вот я 18 лет работала в школе педагогом и ушла только потому что наступила перестройка тогда там выбирали начальник а там бы неизвестно просто это затягивает и вот мне кажется что конечно смелый конечно умный не обязательно знаете который прям все физику знаете математику а тот который умеет найти понимание человека с кем вот очень хорошо сказали бы там кто проспал кто пришел сам кого мама привела вот если они это чувствуют что ты их понимаешь и хочешь понимать то даже если он не любит свой предмет и конечно те кто хотят продолжать а мы продолжим через некоторое время потому что у нас еще много вопросов в программе открытый диалог напомню что это программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас гостях лидия николана антонова депутат московской областной думы заслуженный учитель российской федерации алексей николаевич кустов учитель основ безопасности жизнедеятельности гимназии номер 18 и говорим мы но в преддверии естественно дня учителя октябрь такой сентябрь октябрь вы правильно сказали такой учительское что ли время осеннее и говорим мы сегодня не только об учебе а скорее всего об этом таком симбиозе чтобы ученику было хорошо и учителю было хорошо и родителям на них тоже вспомним во второй части но можно если позволите первый вопрос алексе николаевичу как сегодня практикующему до преподавать вас любимчики есть есть дети с которыми легко работать вот именно что любимчиков раньше как было если например большой класс там человек 40 я тоже в таких было что немножко поездил свое время будучи маленьким человеком и вот иногда ну в классе же все знают да примерно кто чего достоин вот и вот если чувствуешь что как-то тебя то ли не замечают то ли вот тебя все время немножечко как говорят сейчас строят да такое слово вот это же зависит от человека но давайте говорить откровенно все мы люди что-то нравится что это не нравится если попадется такой замечательный заводила который выносит мозг что называется очень трудно быть таким потом дети же смотрят как вы на него реагирует то есть такой провокатор вот этого провокатора нужно сделать своим лучшим другом и тогда все будет в классе в порядке а вот вы знаете то о чем они но лишь как-то но наверное обсуждают вас а еще мне кажется важным такими рилами прозвище дал преподавателя бывают злобные да а бывают вот от имени или там от фамилии красивые прозвища вы следите за вот этой жизнью которая ну вне класса происходит как-то ну конечно следим общаемся земля слухами полнится да мы живем в век интернета и их сообщество сейчас они открыты для всех ты можешь зайти под любым ником туда и будешь знать все что происходит но вот что про прозвище наверно у нас добрые дети пока я или либо я не знаю но пока еще не слышал ну хорошо по крайней мере не злые то есть не слышали да ли николаевна вот хорошо что алексей николаевич тоже коснулся этой истории почему я задаю такой вопрос это чисто же психологический тоже момент то есть когда каждый ребенок это личность а с каждым ребенком нужно нельзя всех превращать в какую-то массу ничего не получится но сегодня действительно век интернета это век когда они могут быть смотреть тебе честно в глаза но мы с ними быть совершенно в другом мире даже в мире в параллельном мире насколько сегодня преподавателю нужно идти за ребенком и чувствовать его интересы даже если он не понимает то есть самообразовываться ну наверное надо идти всегда это не моя мысль это мысль великих педагогов идти с ребенком вместе эти приведу примеры до сих пор ко мне много обращаются и коллеги в разных инстанциях где работала я работаю по поводу трудных детей по поводу мотивации вот один папа обращался но вот ну вот играет в игры с утра до вечера вы знаете вот совет самому сыграть во что играет сын так и ответить потому что нет я тоже проходила там с ног например там вот он меня звонит и говорит вы знаете а вы правы это очень интересно и опять вот если интернет будет как постоянный смысл жизни потому что это очень удобно когда это появились гаджеты и все родители радовались лучше и подарок трехлетнего ребенку и он там сидит и мешает себе да а потом они обижаются почему этот трехлетний ребенок потом когда он вырастет 12-летнего не хочет позвонить или прийти маме там или что-то ну короче знаете это вот трудно но во все времена бывают какие-то такие как называемые риски понимаете вот сегодня у нас интернет это благо или это риск это и то и то если это средство как для познания для общения и так далее туда удобства а если это один на 24 часа в сутки или большинство времени то это конечно обгачивать но это просто объединение личности да и это чек становится как по внутренне готов стать придатком или частью машины не случайно любой причем не случайно сейчас об интеллекте до искусственном здесь тоже есть плюс и минус но когда человек ощущает себя частью вот этого технического какого-то прибора то вы знаете вот это безопасность то уровень безопасности снижается они переносят то что они видят в играх в реальной жизни и в реальных и в играх они не видят то что может произойти в реальной жизни ну вот отсюда все это идет а как вот ребенок лидер все равно же есть лидеры в классе да или как мы говорим актив есть например отстающий или анти лидер до которые действуют как я уже говорил некими другими методами есть молчуны на которые вот как бы вроде то ты с ними да и а вроде как они не с тобой вот это же целый такой аспект психологических портретов а с этим каждым портретом нужно работать учитель алексей как вот вы ну личностный подход подход еще никто не отменял если как вы говорите есть не успевающий человек то это недоработка учителя это бывает иногда знаете лень учителя может тоже люди нам тоже надо домой у нас свои дети и бывает лень заняться лишний час посвятить этому ребенку а он нуждается в этом так что news неудачи ребенка это неудача учителя лидер может быть страна лидер может быть партия если мы говорим нам надо воспитать лидеров если мы меряем лидеров по егэ или мы берем лидеров это те которые сегодня не беру не не боятся идут на призывной пункт и идут служить не просто в армии сами понимаете да куда поэтому вот я понимаю так что лидер понятия есть но очень важно чтобы добиться как бы особенно и предметнику и классному руководителю чтобы та группа детей за которую ты отвечаешь чтобы он каждый эти но это как бы почувствовал себя лидером в там где он может вот у меня например я начинался под два человека хотели две девочки на первой парте хотели учить английский язык остальные никто не хотят вот вот походы не совместный труд совместный там театр позже сначала труд походы в трудных условиях и так далее так вот там как раз были эти троечники эти которые бегали по партам первые просто я сама на тот момент не умела не плавать не разжигать костер не ставить палатка была такая очень домашняя девочка папа говорил пойдешь поход когда выйдешь замуж но он в шантовик он нам понимал что говорил на вот знаете и вот через это пройдя когда они утвердились те ребята этих чего они так хотят учиться понимаете это может готовенькие ради и когда возникла идея в нашей скромной малаховской школе что мы делаем театр английский имя сканды кто что придет у нас там три языка тогда изучали так вот первые пришли вот эти они гринга мы несколько реплик мы выучим я так не сначала заслуженная тройка а потом в театр первый спектакль ставили по текерею ярмарка тщеславия не точно какая ярмарка тщеславия токерей советской школе я понимал что им надо знаете как везде должна быть романтика какая-то вот что-то непознанное и вот эти ребята из них выросли очень многие хорошие люди я помню один парень выпуск но мы потом когда мы с ним встречаемся сейчас он мне говорит а вот если это я себя ну как это но это мне приятно не хвалю себя он сказал вот если бы не вы стали классным руководителем я точно сидел в тюрьме вот найти на конец восьмидесятых девяностое годы понимая выбора немного выборы было да да так отличники грузили ящики с водкой в палатке тех ребят которые учились на тройке и создавали свое дело это было поэтому вот очень важно чтобы со словом лидер мы видели человека потому что еще никто не легко сделать портфолио человека труднее чем конечно оценки но вот как оценивать уровень эффективности школы вот я привела пример по количеству тех кто егэ или по количеству порядочных добрых трудолюбивых которые не бегут а вот которые понимаете на понимают что это надо делать сегодня вот тут мы не можем не вспомнить еще об одной составляющей процесса это родители да в наши родители это те кто стоят за каждым ребенком они разные ра по-разному складываются судьбы родительские комитеты то есть люди вроде бы объединенные каким-то общим делом и так далее на сколько сегодня родители такой важный составляющий процесс или вам иногда хочется чтобы как-то вот без родителей решать вопросы разные же они бывают родители разные да но мы должны помнить что образование это треугольник где находится учитель ученик и родитель без них мы ничего не сможем сделать и вот первые помощники это как раз родительский комитет вы часто с ними общаетесь вообще у вас на хотелось бы чаще а то есть даже иногда родители да не идут на за дело в том что сейчас все заняты с утра до вечера на работе и единственная вид связи этот телефон остается а вот живое общение но зарубежим подыми еще все немножко привыкли на онлайне сидеть когда дать встретимся в онлайне понятно но все равно родители принимают участие в жизни класса школы принимает и причем активное участие я стал замечать что вот эта тенденция когда родители все больше и больше уделяют внимание своим детям буквально последние 10 лет до этого как-то родители были немножко отстранены на раздал ребенка и все выучить это ваш ответ скорее всего тогда зарабатывали сильно пытались заработать деньги а сейчас немножко не то что немножко а дети выходят на первый план то есть люди понимают что вот это будущее не за деньгами а за ними вот насколько эта профессия потребует каких-то новых изменений любая профессия она отвечает как сейчас говорят вызовом времени поэтому конечно и облик учителя будет меняться но как говорил шекспир что человек развивается на эмоции вот я думаю что первое главное это понимание и взаимопонимание это диалог это знаете есть такая прописная истина что если бы например все человечество говорил на одном языке но бы давно закончила существование вообще два языка до любовь и вражда и к сожалению вот если мы владеем только вторым языком а еще есть язык равнодушия поэтому вот человек учитель это человек который вот понимает в первую очередь что успех ученика успех урока успех школы это не в стенах не в красивом оборудовании не взял даже не в диалоге с родителями это в его голове если он стремится к этому понять этого ребенка вот о чем вы сказали как пришел готов не готов спал потому что я хочу сказать что очень важно мы об этом все не меньше говорили учитель ученик родитель но еще есть директор и если он умный и профессиональный психолог воспитатель это большая помощь учителю а вот вы книгу принесли воспитание школы не просто так лежит должна выстрелить на жаре я хотела вот я в общем благодарна что даже николай откликнулся на предложение потому что эти ничего нет хуже объяснять объяснение это смерть познания а вот когда идет диалог это как раз но вот в этой книге собраны лучшие статьи симона соловейчик это был тот человек который 80-х годах нам советским учителям стал прививать понятие вариативности взаимопонимание психология школе то есть много чего что у нас мы как бы искали сами а он это тогда продвигал вот я хочу подарить эту книжку никого я хочу порекомендовать родителям найдите эту книгу тут конкретно есть очерки как быть когда ребенок не хочет учиться как быть когда у меня не хочет воспринимать то есть есть неготовые советы а как себя перестроить так чтобы уметь отвечать на эти трудные вопросы чего я желаю вам в вашей деятельности так что спаду попала поздравили вас огромное спасибо наши гости сегодня это алексей николаевич кустов учитель основ безопасности жизнедеятельности гимназии номер 18 который внимательно каждому ребенку подходит и знает что каждый ребенок приходит школу с неким своим настроем как мы уже выяснили и лидий николаевна антонова как сейчас говорят наш постоянный спикер вот и это приятно потому что работа депутата московской областной думы заслуженные учителя российской федерации академиком российской академии образования конечно же ли николаевна внимательно следит и все мы боремся за то что даже не боремся а просто хотим чтобы дети наши были детьми настоящими нашими продолжателями дел хороших днем учителя всех учителей в вашем лице и не только городского круглоберца всех кто занимается этим на мой взгляд великим делом это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания украинской федерации украинской федерации украинской федерации украинской федерации